Девушки отдыхают Для проникновения сюда надо преодолеть несколько барьеров И каждое следующее препятствие становится все выше и круче Эта история 20 лет И все 20 лет она очень волновала людей Удивительный случай Одна семья прожила в тайге 32 года в полной изоляции от людей В этот фильм вошли редкие, уникальные кадры Особенно дорогие, потому что Лыковы, о которых пойдет речь После встречи с людьми категорически возражали против любой съемки У вороха выкопанной картошки, подняв голову кверху, стояли пятеро босоногих людей Они не махали руками, не шевелились, наблюдая за полетом нашей машины Делая еще один круг, мы заметили Один из пятерых упал на колени, молился Облетая тайгу, летчики увидели какой-то странный рисунок Рисунок напоминал на склоне горы какой-то такой вязанный чулок Они догадались, что это картофельные борозды Значит, в тайе кто-то живет Кто? Карта об этом ничего не говорила Вертолетчики сказали елогам, чтобы те обязательно посмотрели место, отмеченное на карте Елоги шли сюда, не зная, кого тут могут встретить Вспоминает участник геологической партии Обозначенное летчиками место лежало примерно в пяти километрах вверх по склону горы Поднимаясь, мы вышли к узкой тропе Вид ее, даже глазу неопытному, мог сказать Тропой пользуются уже несколько лет И чьи-то ноги ступали по ней совсем недавно На всякий случай я проверил пистолет, висевший у меня на боку Потом мы увидели два лабаза с берестяными коробами, наполненными ломтиками сушеной картошки Почерневшая от времени и дождей хижина со всех сторон была обставлена каким-то таежным хламом Корьем, жердями, тесинами Если бы не окошко размером с карман моего рюкзака Трудно было бы поверить, что тут обитают люди Скрипнула низкая дверь И на свет Божий, как в сказке, появилась фигура древнего старика Босой, на теле, латаная, перелатанная рубаха из мешковины Потом мы услышали тихий нерешительный голос Ну проходите, коль пришли Мы оказались в потемках И тут увидели силуэты двух женщин Одна билась в истерике и молилась Это нам за грехи, за грехи Другая медленно оседала на пол Старика звали Карпосипович Дочерей Наталья и Агафья Фамилия Лыковы Что заставило этих людей почти полвека прожить отшельниками Без связи с миром Мы православные христиане, молимся тут, говорили они Нам с миром жить не можно Только в пятый приход мы застали старика уже в сопровождении двух мужчин В руках пасажки и одежда все та же, латаная мешковина Босые, бородатые, смотрят настороженно Хотя, несомненно, уже знали от старика о наших визитах к нему Шедший первым не сдержался и, обернувшись к другому, закричал Дмитрий, девка, девка стоит Старик спутников урезонил и представил, как своих сыновей Савин и Дмитрий У меня было жгучее желание увидеть хотя бы одного Савина И тут он оказался передо мной Невысокого роста Некоторые говорят, похож на кубчика У него кудрявая рыжая бородка И ходил он присядисто А по-другому выглядел совершенно его брат Дмитрий Утонченные черты лица Особенно в профиль он нам напоминал Иисуса Христа А если вспомнить внешнюю Карпа Иосифовича Вот с него надо было писать во весь рост портрет апостола Он был действительно высокий Не такой уж плечистый Но держался он, как именно наделенный большой властью Драма Лыковых уходит корнями в трагедии русского народа Трехвековой давности под названием «Раскол» В середине 17 века царь Алексей Михайлович и патриарх Никон Обдумали и провели реформу русской православной церкви Многие не приняли тогда новый вариант описания и богослужения И потекли, как тогда говорили, подальше от властей Наиболее непримиримым был толк бегунов Представители которого отказались от общения с миром И спасение видели только в том, чтобы бегать и таиться Жизнь загоняла староверов в самые глухие уголки страны Лыковы ушли дальше всех В 20-е годы прошлого века Глухому селищу староверов на Абакане Добрались представители советской власти И Карп Лыков с женой Акулиной решили спасаться Забрав детей Лодку свою в Верховье Абакана Они вели бичевой и на шестах Рекой, по которой подняться и сейчас Отваживаются лишь очень немногие Но Карп Лыков был особой закваской держак Прошел, неделю восемь на это ушло Стоявшие перед нами люди были все в угольных пятнах Как будто только что чистили трубу Оказалось, перед нашим приходом Лыковы четыре дня непрерывно тушили таежный пожар Подступивший к самому их жилищу Карп Осипович сказал, что молния ударила в старые кедру И она заняла всякий свечка Возле дома я внимательно пригляделся к лежащим вещам Копье с лиственничным древком и самодельным кованым наконечником Стертый почти до обуха топоришка Мотыги, детали ткацкого станка Веретенц с каменным пряслицем Лыжи, подбитые камусом Скажем, чем питались лыковы? Кормил их огород И кормила их тайга В тайге они собирали кедровые орехи Это очень хороший, очень питательный продукт Они его высоко ценили Правда, шишки рождаются не каждый год Вот я написал о том, как они там вместе работали Агафь меня поправил Василий Михайлович Мама-то на кедру не лазила А тятенька картошку-то не копал Картошка рождалась ежегодно Кроме картошки они сели репу, собирали лук Сели немножко на плей и немножко ржи Дефицит железа в этой семье был огромный Смотрите-ка, как источены за 32 года эти ножи Вот этот инструмент не все узнают Это прялка Но это не прялка наших бабушек Это прялка времен Петра Первого Вся посуда у них практически была из бересты Вот чем-то надо есть Ложка, она, конечно, делала студжник Полуфабрикат, который остался от Дмитрия Чем освещали они жилище? Освещались лучины Кололи чурбачки березовые на тонкие щепочки Ну и как в старое доброе время на Руси вот этим освещались Эта лучина на стенах осталась вот такой в полсантиметра слой сажи Тайга могла бы дать им и животную пищу Но у них не было оружия и очень сложно было что-нибудь добыть Они делали ловчие ямы Это очень непростая, очень тяжелая работа Надо было загородить тайгу поваленными кустами или деревьями, чтобы направить животное в нужное место Ну обычно один-два оленя в год Я помню, у Карпа Ощи я спросил, говорю, Карп Ощи, ну что вот тяжелее всего вам было? Он не задумываясь сказал, у Симхиаловича тяжелее всего было хлебать без соли И когда елоги им дали соль, больше ничего у них не взяли Старик сказал, что после этого мы уже без соли есть не могли В 1961 году случился у Лыковых голод Июньский мороз погубил урожай В ту зиму Лыковы ели солому, кожаную обувь, кору От голода умерла Акулина Карповна, жена Карп Осиповича Это была первая смерть в таежном тупике Случись следом за первым еще один недород Из Балыковых опустило бы совсем Но следующий год был урожайным Родилась картошка, созревали на кедрах орехи А на делянке гороха проросло случайное зернышко ржи Единственный колосок оберегали денно и ночно Сделав возле него специальную загородку от мышей и гурундуков Созревший колос дал 18 зерен И лишь на четвертый год сварили Лыкову ржаную кашу Появление людей в лыковских местах было великим событием В начале Лыковы приняли это как печальную неизбежность Но очень скоро кто-то из молодых робко предположил, что они богом посланы С каждой встречей отношения все теплели Но о возвращении в мир Лыковы даже думать не хотели Нам с миром не можно Мир Лыковых был очень маленьким Хижина и пространство вокруг измеряемые дневным переходом Лишь Дмитрий, однажды догоняя морала, гнал его двое суток Ушел вельми далеко, морал утомился О Мите ничего, сказала мне Агафья В тот раз ради мораль его мяса вся семья совершила путешествие с двумя ночевками у костра Этот поход вошел в хронику важнейших семейных событий Таких как война с медведем, когда крупный зверь буквально осаждал хижину Падение Карпа Осиповича Скедры, гол 61-го года Смерть матери Год, когда обулись в кожаные сапоги И день паники, когда вдруг потеряли счет времени События, которые волновали мир в последние десятилетия Остались тут неизвестными Но первые спутники Лыкова сразу заметили Звезды стали скоро по небу ходить Честь этого открытия записана в хронике Лыковых за Агафьей По мере того, как скорых звезд становилось все больше и больше Карп Осипович высказал гипотезу Это люди из мысли что-нибудь и пускают огни На звезды вельми похожие Гипотеза эта сразу была осмеяна Савин сказал Где это видно, чтобы люди звезды творили? Я спросил однажды у Карпа Осиповича Знает ли он, что на Луне были люди? Старик сказал, что этому он не верит Месяц светило божественный Кто же, кроме богов и ангелов, может туда долететь? В поселке у еологов Лыковы стали бывать охотно По словам Агафьи, это прямо как святой праздник Уж так со всеми глаголишь, 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 глаголишь А Дмитрий остолбенел, увидев лесопилку И потом кучу железного лома возле сарая Долго стоял потрясенный таким богатством Но взять ничего не осмелился Хотя и признался потом Греховное искушение было Увидев электрическую лампочку, Лыковы изумились Что измыслили? Аки солнце, глазам больно А перстом прикоснулся, жжет пузырек Буквально через год после встречи с миром Скончался Дмитрий Лыков, младший сын Ему было чуть больше 40 лет Этот могучий человек, который мог без остановки гнать морала По тайге двое суток, умер от воспаления легких Вскоре последовала смерть старшего сына, Савина А затем у сестры на руках от горя умерла Наталья, старшая сестра Василий Михайлович Песков встретился с Лыковыми Когда их осталось уже двое Он написал серию очерков «Таежный тупик», которые стали сенсационными Именно он сделал историю жизни Лыковых известной во всем мире Вот как он вспоминает о первой встрече Согнувшись под косяком двери, мы попали почти в полную темноту Вечерний свет синел лишь в оконце, величиной в две ладони Когда разгорелась тучина, можно было кое-как разглядеть внутренность хижины Многолетний копоть на стенах света не отражала Низкий потолок тоже был угольно-темным Слева от входа главное место было занято печью из дикого камня На нижней ступени печи, на постели из сухой болотной травы, сидел глава дома Карп Осипович уже не был таким домотканно-замшелом, каким был открыто описан геологами Подаренный кем-то войлочной шляпой делало его похожим на пасечника Речь внятная, взгляд внимательно цепкой Посредине жилища стоял маленький стол, сработанный топором Это и все, что тут было Площадь Конургия, семь шагов на пять Можно было только гадать, как едились тут многие годы шестеро взрослых людей Первые впечатления от Агафьи блаженны Умственно отсталый человек, странная речь, босая В саже лицо и руки Но привыкнув к речи и как следует приглядевшись, понимаешь Нет, с головой все в порядке Отсталость у этой женщины социальная Мир, в котором росла Агафья, ограничен был хижиной, огородом и кружочком таги Религиозный фанатизм у Агафьи не так заметен, как у отца Через два дня я уже хорошо понял, Агафья не только умна, но человек она с чувством юмора Способна над собой пошутить Агафья умеет шить, стряпать, владеет топором, умеет читать и писать Мать научила этому всех детей Со смертью братьев и сестры большая часть дел легла на плеч Агафьи Человек она не избяной, ее стихия – огород и тайгам Такова эта единственная зеленая веточка на усыхающем древе лыковых Оставшись вдвоем, Карпосипович и Агафья стали откровенно скучать по людям С нетерпением ждали каждого их появления А люди у них появлялись и помогали Убирать урожай, строить жилье, привозили провизию и одежду Кто-нибудь обязательно говорил, да к людям вам надо вернуться Нет, нам не можно, грешно И далеко углубились, чтобы вернуться Тут умирать будем Но миром отшельники все же интересовались Однажды Карпосип спросил у меня, Василий Михайлович, а как там в миру? Говорят, большие храмины строят Я взял карандаш, бумагу, нарисовал высотный московский дом Старик с удивлением глянул на эту картинку и сказал Господи, да как же люди живут? Аки пчелы в высотах, а где же огороды? Потом я осторожно спросил Верно ли прожита жизнь? Старик ответил не сразу Бог всех рассудит Однажды, приехав к Агафии Я решил проделать маленький эксперимент Я привез с собой хорошую бумагу Такой фломастер черный И говорю, Агафия, давай с тобой порисуем Она говорит, а что такое? Ну я нарисовал на бумаге кедровку птицы Я говорю, это что такое? Это кедровка Я говорю, вот это ты попробуй Она нарисовала кедровку И ей понравился этот процесс чувства Я говорю, ну нарисуй еще что-нибудь Она смотрела по сторонам и рисовала то, что видела Почти ежегодно, навещая Лыковых Я привез им однажды несколько кур и петуха Смотрю, прожились Еще через некоторое время Решил привезти им совсем необычный подарок Но не знал, как они к нему отнесутся Это были две козы Мы привязали их за кустами И появились у хижины В тот момент, когда Агафия добывала кресалом огонь Присели обменяться новостями Агафия, уходившая мыть картошку Вернулась загадочно улыбаясь Там и манухи Она узнала коз, о которых слышала Только по рассказам матери Козы стали своего рода гарантией Некоторого благополучия Лыковых Хлопот со скотиной было немало Агафия осваивала доение Готовила на зиму сено Оберегала от кос огород Молоко заметно поправило здоровье Карпа Осьповича Козочка и Агафия так привязались друг к другу Что разлука даже на день была тягостной для обеих Телевизор особая тема в рассказе Когда он появился у елога, все с особым нетерпением ожидали прихода Лыковых Все им было интересно Поезд идет, комбайны в полях, люди на городских улицах, госу, много людей-то, муравьи Агафия взбудоражила лошадь Она ее ни разу не видела И представляла только по рассказам Греховное дело, сказали Лыковые о телевизоре Однако не смотреть его они уже не могли Но по-прежнему главным развлечением Лыковых было рассказывать сны Зимой расцом мне приснилось чудо Кедровая шишка с нашу храмину размером Домития из шишки той орехи топором выколупывал Орехи красные, как пасхальные яйца И каждый вот с чугунок А рядом мама, савин и Наталья Тятенька стоит и кто-то еще незнакомый А позади волк, матерый, серый За деревом скалится, как в сказке А еще медведь кругом бродит Маленький, как мышь И бурундук огромадный, с медведя ростом Лобас пытается завалить После публикации в комсомольской правде Истории Лыковых В 85-м году объявились их родственники Тоже староверы, но жившие в горной шоре Примерно в 500 километрах Один из родственников приезжал навестить Агафьи и старика и звал к себе на житье Карп Осипович твердо сказал нет В тот раз единство между дочерью и отцом Дало трещину Агафья поехала, вернее полетела Вот как вспоминает об этом один из летчиков Я остолбенел, когда услышал, что Агафья летит Она подошла к вертолету, перекрестила дверь И вот уже сидит рядом с кабиной пилота На лице ни малейшего страха И даже напряжения нет Доверчиво улыбается, как ребенок Когда стали снижаться, бежу, руку за пазухой держит Ну, думаю, сердцем плохо Нет, достала часы, посмотрела Поезд, а не вертолет больше всего ее поразил Дивно, дом на колесах Чисто стукает и бежит, бежит За окошком все плывет, мельтешится Смотрела она на все и вздыхала А еще Агафья была поражена видом коровы В поселке Староверов приезд Агафьи вспоминают Как большое событие Вся родня принимала Агафью И готова была в любое время ее приютить Несмотря на то, что Агафье понравилось у родственников Переселиться в мир она отказалась Спасение для истинных христиан Жить в пустыне То есть вдали от мира Вот и весь сказ Карп Осипович очень обрадовался возвращению дочери И его тоже попытались уговорить переехать Но он твердо стоял на своем Умирать будем тут Одиссея Агафьи состоялась в 86-м году А в 88-м не стало Карп Осиповича Лыкова Вернувшись в марте из отпуска Я обнаружил дома телеграмму Скончался Карп Осипович Лыков А уже через день на вертолете метеослужбы Мы летели над Абаканом Я первый раз видел эти места зимой Агафья За 8 лет первый раз Она встречала гостей одна Уже потом рассказала в подробностях О кончине, о похоронах И о том, как жили осенью и зимой После поездки Агафьи к родственникам Лыковы задумали переселиться вверх по Абакану На то место, где родилась Агафья Переселение Агафья хорошо продумала Принесла сначала топор, лопату, ножик, кастрюльку Узелок с сухарями, соль, крупу и огниво Первой ее постройкой был лабаз Маленький сруб на двух стволах Чтобы не достали звери Потом Агафья взялась за погреб Все сделала И начались челночные переходы 33 раза за Тузину сходила Агафья от избушки к новому месту Переносила припасы Одна с топором взялась Агафья за вырубку леса Я даже вздрогнул, представив тут человека зимой Не страшен был Агафья Оттес страшного Медведи спять Одна забота не оплошать Ногу не подвернуть Не попасть под лесину В марте пошли к новому месту с отцом По слабости ног шли четверо суток Вспоминал Карп Осипович Наконец новоселье состоялось На следующий год пожарные стали помогать Агафье Ставить новую избу Но Карп Осипович переселиться в нее не успел И когда он умирал, Агафья рассказывает Что спросил Ну по-нашему сколько времени А Карп Осипович услышал от нее Да уже свет к утру И потом Агафья рассказывала нам Что послышался какой-то треск среди икон И с Карпом Осиповичем Заговорили ангелы И на этом Агафья поставила точку Она не стала распространяться На разговоре между ангелами И Карпом Осиповичем Агафья помолилась, заперла откос И досталась с чердака лыжи 25 километров до поселка геологов Одолела Агафья за 8 часов Поздно ночью постучалась в окошко Знакомой фельдшерицы И повалилась без чувств Три дня отлеживалась Агафья у геологов Металась в жару Ее едва спасли 20 февраля старика хоронили Приехали родственники, друзья Не было ни речей, ни плач, ни слез По обряду долго творили молитвы Ерофей, друг Лыковых, вспоминал И оглянулся махнуть Агафью рукой Стоит у речного обрыва, как каменная Не плачет Кивнуло, идите, идите Прошлись километр Оглянулся, все стоит Когда Агафья осталась одна Весной началось настоящее нашествие медведей Один зверь сначала заинтересовался Ямой с картошкой и козьим загоном Потом стал разрывать могилу Карпа Осиповича Отпугнув зверя выстрелами Агафья развесила всюду пужала Дареную красную кофту, праздничный сарафан Красная детская платьица Следующий мой приезд Обычный разговор о здоровье О новостях проходил под кудахтанья кур И заливистый лай дружка Ты, Агафья, теперь как помещица Пересчитал я живность Кошка, пять коз, куры, утки, дружок В конце разговора Агафья сказала Родственники зовут Но какое мне там житье Какое моление, если ребятишки у них пионеры Да и тятя благословения не дал Но одна ведь в тайге Что Бог даст Ракета Протон после старта на Байконуре Ровно через восемь минут По заданной траектории Проходит прямо над заимкой Лыковых В эти места Лыковы ушли Чтобы быть как можно дальше от греховного мира И именно эта тайга Глухая, непроходимая, безлюдная Была выбрана для сброса второй ступени ракет Эти ракеты выносят на орбиту Спутники связи, грузовые корабли И другие достижения цивилизации Обломки второй ступени падают прямо в тайгу Где сейчас по-прежнему живет Агафья Она рассказывает, как однажды Когда еще были живы все родственники Они впервые увидели огонь и дым в небе Как из-за гор появился шар Ослепительно белого света По бокам еще два шара поменьше А сзади, как у дракона Была длинная полоса красного пламени Вспоминала, как стали прятаться От падающего белого железа Агафья рассказывает Когда все падает Шлепки такие, будто большие поленьи Летят в тайгу Не страшно? Может уедешь, Агафья? Мало ли что Спасаюсь молитвой, а страху нет Тут родилась Умереть не страшусь Сейчас Агафья Карповна Лыкова Все больше общается с миром В ее лексиконе появилось много новых слов Она пьет лекарства и пользуется мирскими вещами Агафья пишет много писем друзьям, которые ее не оставляют В этих письмах теперь все меньше до петровских выражений И все больше привычных нам букв и слов Когда наша экспедиция посетила Агафью Карповну Нам трудно было поверить, что не так давно Эта женщина носила грубую домотканную мешковину И чуть ли не после каждой фразы разговора Убегала молиться Тем не менее, Агафья по-прежнему не соглашается Оставить свой таежный тупик Считая, что только так она может спасти свою душу Перед сном мы вышли подышать чистым таежным воздухом Дым из трубы поднимался высоко вверх Указав на большую медведицу, я спросила Агафью Знает ли она, как называется это созвездие Агафья сказала Лось Агафья Карповна Лыковой, некогда всесоюзной любимицы Сейчас почти никто не пишет Посылки приходят очень редко Последний вертолет здесь был прошлой зимой А врач осматривал Агафью два года назад Меж тем, в этом году Агафье Карповне Лыковой исполнилось 67 лет Она по-прежнему живет в верховьях Большого Абакана До ближайшего человеческого жилья Около 300 километров непроходимой тайги Семью Лыковых случайно обнаружили в глухой тайге в 1978 году Летчики, выбирая место для будущей геологической станции Вдруг увидели на склоне горы аккуратно возделанный огород и три маленьких избушки Даже местные охотники не забредали сюда Уж очень труднодоступными считались эти горы Оказалось, что здесь более полувека вдали от цивилизации И вне всяких контактов с внешним миром Обитала семья староверов Лыковых Жили они исключительно натуральным хозяйством Ели только то, что сами выращивали на таежном огороде Одевались в то, что сами сошьют из шкур и вручную вытканного полотна Вскоре к Лыковым снарядили научную экспедицию Которую возглавил профессор Лев Черепанов И молодой тогда врач Игорь Назар Очень приветливо нас встретили Дранные лопатини самодельные С дырами, босиком, по снегу Так что впечатления бывают интересные Но они первый вопрос задали Чем мы вам можем помочь Вот что интересно Кто из нас задает такой вопрос сейчас При встрече Глава семейства Карп Осипович Увел свою семью в тайгу еще в 30-е годы После того, как на его глазах большевики Расстреляли брата с женой и трех их маленьких детей Гибели от рук чекистов Лыковы предпочли уединенную жизнь в тайге Тяжелый труд и недоедание Выжившие в течение нескольких десятилетий Они представлялись мне как большими, крепкими На самом деле они очень маленькие, хилые все Ну Карп Осипович отец выше всех, наверное, метр пятьдесят восемь А самая маленькая это Агафия, метр пятьдесят Вот все, халенькие, щупленькие Жена Карпа Осиповича, Акулина Лыкова, скончалась от голода уже в тайге А четверо их взрослых детей, двое сыновей и две дочери Никогда не видели других людей, кроме членов своей семьи Поначалу они немного побаивались ученых Но постепенно природное любопытство и доброжелательность взяли вверх Правда, по старообрядческим обычаям Они так и не садились с гостями за один стол Не можно, мирское, значит, нечистое Самой большой проблемой для исследователей в той экспедиции Был отказ Лыковых фотографироваться На ум пришел метод скрытой камеры То есть вешал фотоаппараты на грудь И вот примерно наводил экспозицию Выставишься, раз, и главное попасть надо было Агафия, она далеко не глупая женщина Понимала, что фотографируют Она сказала так, что когда она понимает, что ее фотографируют Ну, она в открытую будет позировать Вот это грех, его надо замаливать А если я ее фотографирую тайно Ну, вплоть до того, что из-под куста где-то там, далек И она не знает об этом То это грех мой То есть она уже тут никакого греха не несет Фотохудожник Николай Пролецкий Не видел Агафью Карповну около 20 лет Он был специально приглашен в нашу экспедицию К Агафье, как старый добрый знакомый Ведь Агафья по рассказам по-прежнему с трудом Идет на контакт с чужими людьми Перед встречей с отшельницей Пролецкий страшно волновался Едва сойдя с вертолета Не дожидаясь, пока принесут высокие сапоги Он тут же бросился в ледяную воду Ерената Навстречу Агафье Агаша! А тут мелко! Здравствуйте! Здорово живем! Ну что? Ой! Ну что, он не правецкий Точно? Ну вот, видишь, Агафья А говорили, говорят ребята, говорит Она, говорит, наверное, не узнает тебя Точно? Трудно узнать Да? Ага Ну ладно Ну ладно, теперь будет Ну дай хоть обниму тебя Агафья Хоть постарел Постарел? А ты нисколько не постарел, нет? А я думал, это Здравствуй, Ерофей Сазонтич Он самый Как она, ничего? А видишь? Ты как пчеловод взял, одел эту Да видишь? Ваш карп! Как и теперь, так и тогда 30 лет назад Любое появление в здешней тайге людей Расценивалось как чудо Чудом было и то, что именно в этих местах Всего в 18 километрах Расположилась геологическая партия Лыковы тогда впервые ощутили радость От общения с людьми Да и помощь геологи оказывали отшельникам немалую Кое-какие продукты, которые позволял себе И детям брать Карп Осипович Дрова И просто доброе участие людей Заставляло Лыковых приходить к геологам в любую погоду Но это общение Послужило и причиной трагедии Не имеющие никакого иммунитета к современным болезням Лыковы один за другим подхватили тяжелый грипп За один год умерли братья Савин, Дмитрий И старшая сестра Агафьи, Наталья Спустя несколько лет Агафья похоронила и отца Она осталась в тайге совершенно одна Наедине с родными могилами Со временем кресты на могилах заросли буйной травой Здесь у таежного погоста Агафья пытается вспомнить все даты своих скорбных годовщин Савин, Наталья, Дмитрий На те, Дмитрий это Там 28 А маме уже скоро 50 будет Кахем Порожистая река с невероятно красивыми берегами Мало кто знает об этом Но здесь, в глухой тайге 40 лет прожила в своем скиту Двоюродная сестра Агафьи Карповны Максимила Когда-то по согласию родных Перебравшаяся сюда В места самого строгого староверчества Лет 20 назад Агафью Карповну даже привозили сюда на вертолете Но пожив с сестрой в лесу совсем недолго Агафья все-таки вернулась к себе в заимку Максимила дожила в лесу до 100 лет И была похоронена на одном из этих берегов Неподалеку от селения Ужеп Где староверы живут и поныне Они пришли сюда в 1912-м Из новгородских лесов и Пермского края Руковейцыны, Шмаковы, Кудрявцевы Фамилий немного, а семьи огромные Среди этих староверов были и Лыковы Шли долго через Саяны, через Алтайские отроги Подальше от людей, от городов Для того, чтобы сегодня попасть к родным Агафьи Карповны Всего-то и нужно, что перебраться через неприступные горы И проплыть 9 часов вверх по Енисею Староверы говорят, чем выше по Енисею Тем крепче вера А выше уже и некуда Здесь, среди глухой тайги И красивых мрачной красотой отрогов Староверы построили свой отдельный мир В котором живут по собственным законам Дорог здесь не строят специально Чтобы чужаки не забирались Нас никто не беспокоит Нету никакого воровства Мы можем уйти, у нас дом открытый У нас никто ничего не зайдет, не возьмет Уже здесь у нас Ну просто дороги тут нет такой Что сюда никто, кто попал уже не ездит Местные жители здесь только находятся Татьяна Аллилуева в Ужепе Главная по культуре Она заведует местной библиотекой Стараясь не попасть в кадр Показывает свои сокровища Книги, в которых ни за что не найти Описание насилия или разврата Сейчас в поселке, где живут дальние родственники Агафьи 50 дворов и приблизительно 350 жителей Семьи большие, как правило по 5-7 детей Рожают, как говорится, сколько Бог пошлет Никаких пособий и пенсий от государства Принципиально не получают Считают, что все можно заработать своим трудом Мы в деревне, как в деревне родились, так и живем Нам тут нравится По горам лазим, собираем Ягоды собирают? А какая тут ягода растет? Клубника Землятика Смородка Козырга Козырга Малина у нас дома в саду растет А в огороде все выращиваете? Все Все А что у вас в огороде стоит? Арбузы Огурцы Огурцы Агумидоры Дыкху Дыньки Лук Морковь Свекла Капуста Лук Большинство из них живет по канонам старообрядчества Здесь не принято приглашать в дом посторонних, а тем более угощать из своей посуды Да и брать что-то у чужих тоже нельзя Все, что побывало в руках у людей цивилизации, греховно и нечисто Крестятся они, как и столетия назад, двоеперстием Едят только свое Гостям, тем не менее, рады и общаются доброжелательно Но ковш, в котором подадут чужаку напиться, обязательно выкинут Мир сейчас, апостаси, отступление от веры, отступление от того, что вы спрашиваете обыщие Обычие – это содержание в чистоте не только тела, но и душу Живут таежные староверы охотой и своим хозяйством В каждом дворе по три, а то и по четыре порога Долгое время спорили из-за электричества, можно или нельзя В конце концов, все-таки поставили дизельную установку Подают свет в дома утром и вечером Но, конечно, никаких телевизоров и компьютеров здесь нет Как, впрочем, радио и телефонной связи Здесь и время идет по-своему Никаких переводов на летнее и зимнее время Здесь все по старинке И хлеб пекут, и кедровый орех обрабатывают Это оригинальное устройство под названием рушилка Предназначено для раскалывания кедрового ореха Рушилку соорудил прапрапрадед этих ребятишек Около 150 лет назад Сначала установка работала, что называется, с ручным приводом А совсем недавно, ну куда деваться от цивилизации К ней поставили небольшой электрический мотор В деревне сами строят лодки Без которых никуда Главная дорога здесь Енисей Лодки делают, как в старину Из корневищ столетних сосен Не так давно, с неохотой, правда Стали закупать листы из алюминия Лодка здесь, как автомобиль На каждую семью одна обязательно А то две-три На лодках местная молодежь, совсем как городская На автомобилях лихачит по порожистому Енисею И даже устраивает гонки Василий в порог заплавляли мужиков Один на резиночке, на сороковике Кнал, ну а как давай отскакать Потом как-то прыгнул весь И как шлепнулся Мотор оторвался Он выехал на середку порога И как лил мотор, там держит Сам, давай И девочек, и мальчиков к домашнему труду Здесь приучают чуть ли не с пеленок С шести-семи лет дети пекут хлеб Ходят на охоту за ягодами, орехами Ухаживают за огородом и за скотиной Ты во сколько лет научился деть корову? Ну, не знаю, давно дают Восемь-то уж доел Восемь Корову дают легко и просто Только знают числи А вот обычную школу здесь не жалуют Единицы доходят до девятого класса Большинство ребятишек, отучившись лет пять Школу бросает Считается, что для счастливой и правильной жизни в тайге Достаточно выучиться читать и писать Остальное от лукавого Дальше всех на заимке медвежка До которой плыть еще добрых 15 километров Живет с семьей ближайший на сегодня родственник Агафьи Ее троюродный брат Михаил Руковицын У Руковицыных семеро детей Они, как и все, живут своим хозяйством Держат скот, разводят пчел Этой зимой мастеровитые Руковицыны Своими силами построили даже мост через реку Раньше их заимка, пока не встанет лед Была отрезана от мира А недавно таежные кулибины Соорудили для своих нужд настоящий водопровод С помощью этого устройства вода из реки поднимается в дом и на огород В последнее время местные старики недовольно ворчат Им кажется, что молодежь постепенно отходит от канонов старообрядчества Вот до сих пор не могут решить В церковных книгах ничего про это не сказано Можно детишкам играть в волейбол или нет? Кто-то разрешает, а кто-то из родителей считает, что это бесовство Когда-то к Агафье с верховья Енисея родные приезжали целыми семьями Были счастье встречи и радость от того, что крепко помогали по хозяйству Как-то раз и сама Агафья собралась в гости На удивление легко перенесла полет на вертолете А во время поездки на поезде с ней произошел забавный случай Уже тогда знаменитую Лыкову заметили пассажиры поезда Что тут началось? Она общалась на очень эмоциональном уровне Очень жива, с интересом Все с теми людьми, которые вошли в купе Так что в плане контактов она очень хороша То есть она не стесняется, она идет на контакты Если ты не нарушаешь какие-то ее команды Но остальная часть поездки прошла не так радужно Агафья, как и предупреждали врачи Непривычная к нашему миру, наполненному микробами и вирусами Немедленно заболела Хворала она долго и тяжело И капустными листьями я вот так Температуру-то все ради посадила А еще ей запомнилась жизнь миру совершенно невкусной водой и ужасным воздухом Там дышать понесем, эти машины, дымом все Машины там Заметим, что так Агаша отзывается о таежном поселке городского типа Что бы Агафья Карповна сказала о большом городе, даже невозможно представить Впрочем, не только грязный воздух поразил Агафью Совершенно непонятно Лыковой и то, как люди умудряются выживать среди уймы Ненужных и вредных, на ее взгляд, механизмов Обычные настенные часы и электросчетчик ей совершенно не давали уснуть Расскажи, как электросчетчик-то шумел, как трактор Это когда на Пасху там увозили, саусь там увозили А я думала, трактор уснуть никак не могла Единственное достижение цивилизации, что беззаговорочно понравилось Агафье Карповне, это универмаги Женскую природу не смогли заглушить ни тайга, ни тятины запреты Агаша с удовольствием примеряла обновки, а потом еще долго щеголяла в новых платках и пальто по своей заснеженной заимке Много лет журналисты и исследователи пытаются узнать, какова повседневная жизнь отшельников В первую очередь Агафьи Карповны Как строится день таежной отшельницы Чем заполнено ее время Утро Агафьи начинается с восходом солнца Летом Лыгова встает пораньше, зимой попозже Если есть мука, заводит тесто для хлеба и ставит опару А потом спешит на огород и в сарай Вечная проблема для Агафьи Карповны – корм для скотины Если кто-нибудь не подбросил на вертолете сено, то зимой Агафья Карповна снова будет стоять перед нелегкой дилеммой Ободрать все елки вокруг, чтобы хоть как-то прокормить своих кос и кур Или забить всю скотину Не хотела зарезать, всех до одной несем кормить отнюдь, и все И картошки нет, и никого нету Казалось бы, Тайга не город, спешить некуда А времени у Лыковой все равно не хватает Пока управится, а время-то на работу-то на посадку не остается Еще одна серьезная проблема – печка, точнее то, чем ее топить Кстати, печь Агафья Карповна выложила сама, еще в юности этому искусству ее научил отец Разжигает печку Агафья кресалом или огнивом, как делали ее предки и 200, и 300 лет назад Печка не только кормилица, но и лучший доктор для Агафьи, если, конечно, есть дрова С продуктами у Агафьи тоже далеко не порядок Большие запасы делать ей не под силу, потому стол Агафьи Карповной не просто скудный Иной раз получается, что поесть ей удается только один раз в сутки Агаша, а вот у тебя обед, во сколько начинается обедаешь? Ой, обед, бывает и в 9, и в 10, весера, а утром нет Один раз теперь ешь? Да, всякое бывает, надо весера без обеда, и где-то, я не знаю, наверное, в 12 обедала И все, да? И так вот все время Каждый день? Все время, да К тому, что полноценно обедать и ужинать удается не всегда, Агафьи Карповне не привыкать Но вот что совершенно Лыкова отменить не может, это молитвы, которые она всегда читает строго по своему внутреннему расписанию Молюсь на весь год, все праздники тут, вот новому лету будет, всяк, вот уж спинни Господи Иисусе Христе, Заней Боже, не помилуй нас Вот эту молитву всегда, Велина, где бы ни находился, на каких делах, или в пути, или сидишь И всегда ее бесперестанно, Велина, творить Если говорить на чистоту, одиночество в последние годы Агафью тяготит Да и с самого первого момента знакомства с людьми ей очень нравилось общаться Поначалу с геологами, а потом и со всеми, кто появлялся на Иринате После смерти всех членов своей семьи она месяцами вымаливала у Бога себе подругу и помощницу Всех упрасывала, умаливала Селовека надо, помощника, и никак никто Люди начали приезжать на житье к Лыковым очень давно Кого здесь только не перебывало Семейные пары, художники, старатели, всякого сорта искатели веры Мало кто задерживался более чем на пару месяцев С первым же вертолетом сбегали И от непростого характера Агафьи И от тяжелейшего ежедневного труда От переменчивой капризной погоды суровых саян От таежного гнуса и от однообразной пищи Только одна из пришлых задержалась на целых пять лет Надежда Небукина Сбежав от Лыковой, Надежда успела даже дать короткое интервью одной из газет А потом уехала в богоискательском порыве то ли в Индию, то ли на Тибет Во время ее пребывания у Агафьи Карповной Жизнь в тайге бурлила, как в бразильском сериале Обе женщины, как теперь выясняется, воевали не только с суровой тайгой, но и друг с другом Она меня поколесила, всею сломала, правоплесю сломала Но еще и новость, и новость это дело-то я боялась кому и говорить или писать никому нельзя Если бы на лето осталась, она не сбежали крат всего Наверное, дело бы понесилось не доброе Обе истом и все Больше к Агафьи никто в помощники и компаньоны не едет Помощь Агафи, конечно, нужна Но, как показывает практика, с отшельниками действительно невероятно сложно ужиться Так как им попросту никто не нужен Никаких антител на среди нас распространенное заболевание мы не нашли Только у Агафьи мы потом нашли антитела на клещевой энцефалит и на боролиоз С некоторых пор буквально на голову Агафьи свалилась еще одна напасть Более 20 лет назад район, где проживает Лыково, попал в зону падения отработанных ступеней ракеты «Протон» Естественно, вместе с обломками разной величины на эти земли попадает гептил Высокотоксичное производное отработанного ракетного топлива С Байконура запускается ракета, здесь ступень отделяется и падает на территории Довольно легкий металл, но очень прочный, то есть согнуть вообще даже не удается никому По странному совпадению, именно через несколько лет после начала запусков протонов У Агафьи, которую тогда удалось обследовать в больнице, обнаружили опухоль Ну, Игорь Павлович, знаете, внутреннюю там болезнь Так Две вот эти зимы и третья была там, пожать этих Я, нетусь, в третьем году Я только не умерла от той болезни, думала, скоро постижно меня захватит Оперативному лечению Лыкова воспротивилась, вернулась в тайгу Но в последние годы опухоль под правой грудью становилась все заметнее В силу каких-то таинственных механизмов, быть может, благодаря целительной силе таежного воздуха заболевание развивается медленно Сейчас опухоль уже довольно сильно беспокоит Агафью Карповну Но в больницу она по-прежнему ехать отказывается А часто возникающую боль снимает тем, что растет у нее на огороде Натираться и он вместо каких-либо мазей Ноги натирать, руки Вот теперь вот этим соком ноги болели плохо Не могла ходить А что там в ванну наделала и вылез и ваз Агафья вообще тяжелая заболевание и позвоночника, и суставов, и сердца, и некоторых других органов Она очень больной человек Виталию я бы не хотел говорить, но очень больной человек После него проходит, обезболивает, и вот сыске, если растут Я вот эту вот сыску знала бы, а вот может быть вылезива, пока была она на жилах, на косте А потом расти-расти и сорвалась она Тогда уж не все Ну и все, если натирать, да, хоть на ленику Ну как раз Агафья знает, что ее болезнь неизлечима Боится она единственного Того, что может не успеть свидеться еще раз с родными, живущими в тех самых отдаленных староверских деревнях А возможности повидаться-то и нет Что до Агафьи, что до ее родственников не доберешься даже на вездеходе Можно долететь, только вертолетом Полет полтора миллиона стоит Это кто так сказал? Да он из Килинаска, сестры мои, написали такое письмо Естественно, таких денег нет ни у Агаши, ни у родных Но Агафья Карповна уже давно не та простушка, какой была много лет назад И с удивлением наблюдает за десятками вертолетов, баражирующих над ее заимкой На вертолет на капот все с полтора миллиона А вон день и ночь летают Какие деньги-то выбрасывают? Залетают, правда, к Агафье местные бизнесмены Иногда с барышнями на пикник Места-то тут необыкновенно красивые Прилетают, жарят мясо, естественно, выпивают, ну а дальше все по программе Поначалу Агафья Карповна не выходила к непрошенным гостям Но постепенно перезнакомилась со всеми и теперь даже их жалеют Они были, ну, кого там, Юрий, в моих городах, это кого-то или кота Одно название, человек С пьянкой себя совсем он погубил Еле-еле сумелится Раньше, изредка, по поручению губернатора Кузбасса Прилетал к Агафье глава Таштагольского района Владимир Николаевич Макута Каждую поездку обставлял как образцовую пиар-операцию Журналисты, камеры, показательные мешки с мукой, завязанные собственноручно Здесь Аман Гумилевич отправил ей муку, крупу Значит, родственники передали мед Значит, поднабрали здесь еще сено взяли Чтобы у него там, знаете, есть свое хозяйство Козы, ну, чтобы они нормально прозимовали Сено в рюках направили Человек предприимчивый Макута В феврале 2010 года даже придумал замечательный рекламный ход Который позволил ему стать героем всероссийских новостей А поводом стала сшитая Агафьей специально для главы района рубашка Так Лыкова хотела отблагодарить его за сено и муку Агафья размер самого Макуты на глазок прикинула достаточно точно Да и материал выбрала из запасов на ее взгляд лучший темно-синенький в цветочек Кстати, себе Агафья из подаренного отреза Сшить наряд так и не решилась Так вот, примерьте, как она к лицу будет вам Засыпка светастая А, светастая Светастая Трогательную заботу отшельницы Таштагольский глава тут же решил обернуть в свою пользу И заверил журналистов, что Агафья сшила рубашку из веселенькой фланели вовсе не ему, а самому президенту России Эту новость обсуждали все СМИ А когда сама Агафья Карповна узнала об этой чиновничьей хитрости, отнеслась к человеческой слабости не без юмора Я ее опросила от Макуты, а Макута президент сдал от его помощи День оставил на помощь В последнее время Макута интерес к Агафье потерял Теперь пиарит на всю Россию якобы найденных в горной шоре и снежных людей Есть в биографии Агафьи Карповны одна очень малоизвестная страничка История ее кратковременного замужества, случившееся уже после смерти ее отца, Карпа Осиповича К ней посватался охотник Алексей Тропин, кстати, ее дальний родственник Агашей спрашивал разрешение у своих духовных сестер, живущих в скитах на Енисея Те дали добро Будучи еще невестой, Агафья поставила условие Жить они с Алексеем будут только как брат и сестра Но новоиспеченный муж уговора не сдержал А он говорит, а у меня сестер много, зачем мне жена нужна? А он, ну, 64 года, ну, такой боевой шестерикашка И начал ее, понимаешь, коротко говоря, 4 дня он ее мучил, ну, по приходу Алексей, не выдержав борьбы с Агафьей, в итоге сбежал из тайги Но еще долго звал ее к себе и даже домик прикупил в поселке Агафья поначалу страшно сердилась на непожелавшего оставаться только братом Алексея А потом вдруг по нему страшно затасковала и тоскует до сих пор Прилетел вертолетик за Алексеем Тогда и все Я и осталась одна А теперь я тоскую по нему Прости, три недели с ним были Тоскую теперь по нему опять Все это время рядом с Агафьей находился еще один человек Ерофей Сазонтьевич Седов, потомственный охотник Он-то и был проводником для самой первой экспедиции к Лыковым Когда-то красавец-сибиряк, обморозив, потерял ногу Говорят, именно из-за страсти к Агаше Ерофей бросил свою семью в городе и переселился в тайгу, поближе к Лыковым До последнего времени он делал Агаше предложение А как вы с Ерофеем ладите? Да Как? Ну сейчас так все-таки пока отстал Со свадьбой Ему года большие Свадьбу? Два, Ерофея А сегодня это два года Четыре назад, наверное Вообще там Я чуть не ушла Ну из голоду умереть Потом все На ухаживание Ерофея Агафья ответила лишь одним поцелуем Было это тридцать лет назад Ерофей Сазонтьевич помнит об этом до сих пор Это было, это тридцать лет назад В восемьдесят втором году Как Лисков когда первый раз появился, я был проводником у него Ну и понимаешь, крутится возле меня, как кошка возле кота, понимаешь Ну и ухватило ее, да и чмок, ну и все И пошло дело, пристает, жениться собирается Пу, господи Я не рад был А с тех пор я все Нет, ребята, поезд мой ушел Сейчас по воле Агафьи этих людей связывают между собой скорее экономические отношения Он ей дровишек подкинет, она ему картошки Да и сын нередко забирает Ерофея в город на лечение И тогда Агафья остается в тайге совершенно одна Наедине со своим немалым уже возрастом, болезнями и фактически без связи Мы поставили ей буй на всякий случай, когда плохо станет Включить этот буй через спутниковые антенны Передается на все страны мира, которые локализуют этот участок Ну и она дважды вызывала этот буй, когда действительно не могла ни дров принести, ни печку растопить и так далее Речь шла уже действительно о том, что вот умирать было Естественно, это обходится в большие деньги, прислать вертолет Поэтому дальше все очень просто сделали Просто этот буй убрали Агафья Карповна, конечно, выживет и без связи, и без помощи извне Силы духа ей не занимать Тайга много требовала от маленькой отшельницы, но многое и дала Может быть, поэтому так легко она сходится с людьми, да еще с какими Знает все местное начальство, с губернатором за ручку, привет и президенту передает Не случайно, наверное, поразительное сходство Агафьи Карповны с английской королевой Быть может, в другой жизни она такая сильная и волевая Смогла бы командовать и войском, и чем боги не шутят, целой страной А пока миллионы людей, садясь в свои комфортные авто, разговаривая по суперсовременным телефонам, приходя вечерами в свои теплые квартиры и дома Вряд ли даже вспомнит о том, что каждый вечер под общими с ними звездами в глухой тайге Одна тушит свечи, а их наперечет женщина, которой известны другие законы жизни Она в своей тайге как луч, как маячок, как индикатор того, не становимся ли мы черствей и злей Можем ли принимать и понимать тех, кто живет по-другому, и будем ли такими же сильными, как Агафья Карповна Последняя из рода Лыковых Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok